Праздничный бум. Перед Новым годом Иваново пестрит яркими вывесками и объявлениями о продаже фейерверков. В погоне за прибылью новые точки торговли пиротехникой открывают буквально на каждом шагу. Но везде ли соблюдают правила безопасности. В понедельник проверяли инспекторы пожарного надзора и журналисты. Первый пункт в маршруте контролеров – крупный гипермаркет. Государственный пожарный надзор у нас проводится рейдопрофилактический по реализации пиротехнических изделий. А вы продавец здесь непосредственно, да? У пиротехники здесь свой отдел. На первый взгляд нарушений нет. По правилам витрина с подобными товарами должна быть огорожена. Как здесь. У покупателей есть возможность ознакомиться с надписями на изделиях, но без свободного доступа к ним. Товар выдает только обученный продавец-консультант. Со скольки лет продаешь? С 18 лет. Это обязательно. Если паспорта нет, то я отказываю и говорю, что вот только либо с паспортом, либо только с взрослым, то есть как бы совершенно летним. Это обязательное требование, то есть которое мы выполняем. Если человеку 18 лет, то есть мы каждому покупателю рассказываем, как использовать солид. Это обязательно. То есть ни один покупатель не уходит от нас несведомленный, потому что это пиротехника, это все-таки… То есть вы объясняете, да, если у вас инструкции есть, да? По срокам годности реализуемой продукции у инспектора также не возникло вопросов. Разве что с документами произошла заминка. Сертификатов соответствия на продукцию в отделе пиротехники не оказалось. Они у администратора. Не сказать, что оно грубое, потому что она у них, скорее всего, имеется, но при покупке они должны каждому покупателю по требованию этот сертификат предоставлять. Как и предположил ревизор, сертификаты на продукцию действительно есть. Все сертификаты соответствия на всю продукцию. А вы их должны оставить здесь у продавца. Просто по требованию пожарной безопасности он должен их показывать, предъявлять покупателю. То есть покупатель требует, вы должны сразу предъявить. По словам директора, бумаги предъявляют по первому требованию покупателя. Вот только запрашивает потребитель их нечасто. На пиротехнику практически нет. Может быть, один-два человека спрашивают. Пожалуйста, без проблем. А так нет, не спрашивают. Другая торговая точка специализирована на продажу пиротехники. С документами все в порядке. Есть огнетушители, пожарные извещатели, уголок потребителя со всеми лицензиями. А вот с ограничением доступа к товару вышла промашка. Они у вас, это ведь не муляжи. Да, но доступа они же оторвать их не смогут. Но доступ к ним имеется, правильно? Ну, нет, рукой вы можете их потрогать, но вы же не сможете их не забрать, не оторвать. Вот и все. Это считается нарушением. Никто, кроме продавца, не должен иметь доступ к опасным изделиям. Это чревато несчастными случаями. Как показал рейд, незначительные нарушения есть и в крупных торговых точках, и в небольших магазинах. За подобные нарушения, требования прижарной безопасности, на первый раз законодательством предусмотрено предупреждение. В дальнейшем уже штрафные санкции, но, опять же, в соответствии с тем, кто будет привлекаться. Главное даже не наказание, а то, что у владельцев торговых точек есть возможность исправить выявленные нарушения. Пока гром не грянул. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.